В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава муниципалитета провел традиционное оперативное совещание. Недельно осталось до Великого праздника, поэтому нужно посмотреть все поминники. После капитального ремонта открылась амбулатория поселка Измайлова. Больной, когда приходит в хорошие условия, он, конечно, будем говорить, и лучше выздоравливает. В парках муниципалитета летний сезон. Время. Традиционное оперативное совещание провел глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. В ходе него заместители главы администрации, руководители муниципальных управлений и служб доложили об итогах работы и ближайших планах. О главных темах, которые обсудили в ходе совещания, расскажет Максим Козлов. В Ленинском городском округе остро стоит тема прохождения диспансеризации. Несмотря на то, что это мероприятие позволяет на ранних стадиях диагностировать различные заболевания, люди идут в поликлиники неохотно. На совещании с главой Ленинского округа заместитель главного врача ВРКБ Тимур Асанов рассказал, что в мае планируется запустить масштабную акцию, чтобы сделать прохождение диспансеризации максимально комфортным для людей. Он также рассказал, что те, кто не имеет прикрепления к поликлиникам округа, смогут прикрепиться прямо перед посещением врачей. Планируется, что посетители будут тратить на весь процесс проверки здоровья не больше двух часов. А с 7 мая это можно будет сделать и в выходные дни в новом центре диспансеризации, открывшемся на территории ВРКБ. Еще одним вопросом, на котором застрил внимание глава округа Алексей Спаский, стала подготовка к празднованию 9 мая. Несколько важных мероприятий озвучила начальник отдела образования администрации округа Наталья Киселева. Среди них тематические классные часы, смотры, строя песни, уроки мужества. 3 мая мы проведем униципальный урок мужества силы в правде. С приглашением участника специальной военной операции в этом мероприятии пройдет в ВХТЛ в 13.20. В свою очередь и глава округа дал поручение руководителям служб и управлений ответственно отнестись к предстоящему празднику. Неделя осталась до великого праздника, поэтому нужно посмотреть все памятники, все места захоронения. Нужно оказать внимание всем ветеранам, участникам войны, которые у нас есть. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Амбулатория поселка Измайлово вновь открылась после капитального ремонта. Светлая и уютная, оборудованная современной техникой. Подробности у Юлии Пагасьян. В этот раз диспансеризацию заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова решила пройти в обновленной Измайловской амбулатории. Говорит, процесс не сложный, а самое главное быстрый. На весь перечень обязательных ежегодных обследований ушло порядка 30 минут. Не жалейте времени, придите. Лучше вовремя сдать какие-то анализы, сдать кровь, посмотреть, что там в организме и поправить. Тем более здесь, в этой амбулатории, есть кому это сделать. Замечательные, очень высоко профессиональные, могу сказать, на себе сегодня это проверено, специалисты, медицинские сёстры, терапевты. Вместе с заместителем главы диспансеризацию в обновленном помещении начали проходить и местные жители, которые ремонта ждали более 10 лет. За этот период медицинское учреждение сильно обетшало. «Чистенько, приятно, очень хорошее освещение, всё новое, аппаратура, пол. Вы не знаете, какой тут был пол? Теперь здесь всё шикарно. Санузел стал шикарный, а то пациентам было, конечно, очень неудобно. Мы очень рады прекрасному ремонту». Капитальный ремонт стал возможен благодаря слаженной работе территориального отдела, администрации округа и руководства Видновской районной клинической больницы. Совместными усилиями удалось включить Измайловскую амбулаторию в программу финансирования Министерства здравоохранения Московской области. «Не всегда было легко, но мы это преодолели. А это самое главное. И сейчас вот результат действий, общих действий всех этих людей. То есть даже маленькая амбулатория, она не будет функционировать, если несколько руководителей не подключатся. Это сложно, но это сделано». Сегодня здесь трудятся 9 специалистов. Терапия, педиатрия, стоматология, гинекология и неотложная помощь. Медперсонал выполняет весь спектр анализов и делает кардиограмму. Также раз в месяц работают узкопрофильные выездные бригады. «Любой ремонт и любое новшество, это, во-первых, кроме ремонта изменяется все оборудование, меняется мебель и все. И в любой ситуации больной, когда приходит в хорошие условия, он, конечно, будем говорить, и лучше выздоравливает, и персонал здесь лучше работает. И, в принципе, дай Бог, чтобы как можно больше в нашем районе открывались новые ФАПы, новые амбулатории». Торжественное открытие обновленной амбулатории посетила и заместитель председателя Совета депутатов Ленинского округа Ирина Архангельская. Именно к ней первой обратились жители, которые попросили помочь в ремонте медицинского учреждения. «Сейчас прям переполняет радостью и гордостью в том, что мы смогли сделать. Во-первых, открыли ФАП, отремонтировали, которое тоже там в прекрасном состоянии. Единственное, что у нас еще осталось, мы все-таки в ФАПе обещали сделать дневной стационар, чтобы хоть три-четыре койки там были для того, чтобы люди не ездили за внутривенными уколами и так далее. Но мы этот вопрос держим на контроле и все-таки будем его добивать». Возможно, и эта мечта тоже сбудется. Юлия Погосян, Александр Логин и Катерина Давлятова. «Видно этого». Члены местного отделения партии «Единая Россия» поздравили сотрудников подстанции скорой помощи с профессиональным праздником. «Скорая помощь в городе Видно Московской области. Диспетчер 15081. Что там случилось?» Десять бригад скорой помощи работают сегодня на Видновской подстанции номер 92. Врачи, диспетчеры и водители недавно переехали в хорошо оснащенное и полностью оборудованное здание площадью примерно в 3000 квадратных метров. И только обживаются в новом доме. «Количество сотрудников на данный момент около 250. Все, в принципе, оснащено и очень хорошо, учитывая, что даже появился свой гараж с ремзоной и, собственно говоря, с тем, что у нас есть мойка теперь. Члены местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Квасникова, Максим Арапов, Владислав Рымша и активисты «Молодой гвардии» посетили новую подстанцию и поздравили сотрудников с профессиональным праздником. «У нас у всех сегодня праздник, потому что мы очень ждали открытия подстанции скорой помощи и очень рады тому, что 10 бригад скорой помощи сюда заходят». Гости вручили сотрудникам цветы и подарки, привезли рисунки школьников и осмотрели все помещения нового здания. Ремонтные работы были выполнены быстро, качественно, в срок, и даже, можно сказать, они опередили все сроки и ожидания. Видновская подстанция номер 92 была возведена всего за 4 месяца и уже работает в круглосуточном режиме. До праздника Победы остаются считанные дни. В преддверии 9 мая бывшие малолетние узники концлагерей собрались в Видновском филиале комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский», где пообщались за чашкой чая. С окончания войны прошло 78 лет, но они все прекрасно помнят, как радовались ее завершению и победе. Для каждого из них Великое Отечественное – это разрушение, горе и смерти, в то же время колоссальная школа жизни, закалившая тело и дух. Благодаря нашим воинам, благодаря нашим матерям мы смогли выжить в Великую Отечественную войну, пройдя через ад принудительного содержания в концлагерях. Зинаиде Васильевне Дыбиной было всего три года, когда немцы спалили их деревню Подможайском и угнали всех жителей в Германию. Воспоминания о том времени и сейчас свежи в ее памяти. Когда нас хотели уже сжечь, когда нас освободили партизаны, и вот этот самый счастливый день для нас и для наших семей, но самое главное – это победа. Бывшие малолетние узники концлагерей Ленинского городского округа собрались накануне Дня Великой Победы в Видновском филиале комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский», где пообщались за чашкой чая и принимали гостей. Детей войны посетили представители центра социальной защиты и Видновской поликлиники. Они не только поздравили ветеранов с грядущим праздником, но и напомнили о льготах, на которые те имеют право. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, имеющие ряд льгот, имеют право также обеспечиваться вне очереди в амбулаторно-поликлинической сети. В ряде мероприятий в рамках проекта здравоохранения нам необходимо, согласно приказу о диспансерном наблюдении, провести диспансеризацию. Поздравили с грядущим праздником бывших узников и представителей торгово-промышленной палаты – давние друзья организации. Их становится все меньше и меньше, сравнивая с прошлым годом, к сожалению, уходят из жизни. Но те, кто у нас остается и на сегодняшний момент живы, они, естественно, нуждаются в нашей поддержке и в нашем внимании. По традиции представители торгово-промышленной палаты вручили ветеранам цветы и подарки, которые позволят накрыть стол к празднику. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Гульнар Балаева. Видно этого. 1 мая во всех четырех парках муниципалитета открылся летний сезон. В одном из них в Центральном парке побывала наша съемочная группа. Здесь устроили веселый праздник для видновчан и гостей города. Екатерина Коваленко зарядилась прекрасным настроением. С приходом мая в парках страны открывается летний сезон. Готовы к нему и все четыре в Ленинском округе. На главной площадке в Центральном парке города Видное гостям подарили незабываемые эмоции и впечатления. Традиционно у нас 1 мая это открытие Центрального парка, это аттракционов, это ярмарки выходного дня. Это наши мастерицы, рукодельницы, которые делают все своими руками. Мы их здесь всегда выставляем. Все желающие могут посетить наш Центральный парк, воспользоваться всеми услугами. У нас также есть небольшая кафешечка со своими какими-то сладкой ватой, мороженым. Здесь всегда многолюдно, но сегодня настоящий аншлаг. Несмотря на прохладную погоду, больше тысячи видновчан и гостей города пришли, чтобы весело и интересно провести свой досуг. И выбор был велик. Арт-пространство с анимациями, выставки творческих поделок, спортивные активности и, конечно, танцы. Также для гостей подготовили концерт и театрализованные представления. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и рисунку. Украсить свой любимый парк мог любой желающий. У нас сегодня мастер-класс, весенние цветы. У нас там вот даже дерево зацвело, поэтому мы решили вот такую вот сделать какую-то интересную программу, чтобы все было очень легко, чтобы у всех все получилось и было, конечно, у нас у всех хорошее настроение. А ученики художественного отделения Виновской детской школы искусств сегодня на пленэре. Рисуют, разумеется, живописные уголки парка. Вдохновение здесь повсюду, признается юная художница София Коник. Наш центральный парк очень красивый, в нем очень благородно, он так вдохновляет меня. Да что любишь это место? Я люблю, потому что тут очень общительно, много людей и тут очень приятно доходиться. Центральный парк – особое место на карте города. Это настоящая точка притяжения, где можно классно провести время и получить массу положительных эмоций. Мы очень часто ходим сюда в парк, потому что это наш любимый парк, здесь очень много интересного, проводятся различные мероприятия, как сегодня, например, мастер-классы, все для детей. В общем, нам нравится. Часто, мы всегда на открытии, рядом живем, нам нравится парк. А что любите здесь больше всего? Ну, аттракционы, наверное, да, вот ходим, катаемся, гуляем. Что ж, первый майский день в Центральном парке получился веселым и незабываемым. Ярким обещает быть и весь сезон 2023. Его событийный стандарт насыщен разными мероприятиями, спортивными и творческими, на территории всех парков. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok